Финляндия, отказавшись от российского трубопроводного газа, покупает сжиженный природный газ завода Криогаз Высоцк. Его загрузка не спадает. Рассказал замечательную историю про прагматичных, ну, так гласила странная российская легенда, финнов глава новотека Леонид Михельсон. Напомним, а что это весело. Газпром недавно полностью остановил поставки газа финской ГЭСУМ из-за неуплаты по новой схеме, то есть за рубли. При том, что в 2021 году газовый гигант России поставил газом почти полтора миллиарда кубов голубого топлива или, что еще веселее, две трети от общего объема потребления газа Хельсинки. Финляндия сказала, что мы не будем покупать газ из трубы, а СПГ будем покупать, официально сказала. А теперь у нас загрузка выше проектной мощности, потому что мы продаем все, что есть, заявил глава новотека. И, в общем-то, на этой интересной донельзе экономии мы могли бы и закончить наш рассказ, единственно уточнив, что новотек продает свою продукцию в разных валютах, но переплата все равно будет лютой после шикарных-то предложений Газпрома. Однако по современной западной традиции такие победы европейских ценностей они давно не ходят одни, предпочитая компанию известного пушного зверька. И он пришел к товарищам финнам, разумеется, пока на огонек, но зимой посмотрим, как пойдет. Ведь очередная двухмесячная задержка на финском ядерном реакторе Alkyloto-3, который первоначально должен был начать работу в 2009 году, то есть как бы больше десяти лет назад, что там нам говорили про западную эффективность и там нет коррупции, создает риски для энергоснабжения предстоящей зимой в отсутствии российского импорта, заявил оператор Fingrid. А все потому, что производство электроэнергии в рабочем режиме на новом реакторе мощностью 1,6 гигаватт, на долю которого при полной эксплуатации будет приходиться около 15% от объема потребления электроэнергии во всей Финляндии, начнется теперь 10 декабря. Если начнется, нам тут подсказывают добрые зрители из России, а не 30 сентября, как было объявлено ранее. И как же не уточнить, что недавно другая финская проектная компания расторгла контракт с Росатомом на строительство АЭС Ханкики В1, типа из-за значительных задержек. и неспособности реализовать проект. Бывает, ага. Правда, даже так это явно не конец истории. Дорогие друзья, в связи с отменой монетизации ютуба в России, вы теперь наша единственная надежда, что канал будет работать и дальше. Над проектом «Не конец истории» работают живые люди, которым нужна ваша поддержка. Всего лишь раз в месяц 50 рублей, а можно даже 100, позволит нам продолжать работать для вас, потому что нам это очень нравится, надеемся и вам тоже. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Заранее огромное спасибо! Вместе победим!